Приветствую вас! Вы спрашиваете о том, на что похоже ваше поведение. Пригнаться честно, не совсем я отдаю себе счёт в том, зачем вам это. То есть, для чего вам знать, на что это похоже. Если вам именно в терминах, то это психологическая игра, в которой есть вы, в которой играет, есть те, кто в эту игру попадается, есть выигрыш от этой игры. Соответственно, какая именно игра, ещё предстоит это всё уточнять. В общем-то, есть такая игра, которая так и называется, проблемный клиент. Вот. Но, вообще, это игра в жертву. То есть, вы жертва. И через свои проблемы, вы пытаетесь привлечь к себе внимание. Это вам кажется, что если у вас проблемы, например, какие-то, ну, серьёзные, да, то вы будете тогда значимы, ценные и так далее, любимы, вот. Соответственно, связано это с тем, что родители в вашем детстве обращали на вас внимание только тогда, когда вы болели, когда вам было плохо, вот. И, собственно, ни в какие другие моменты родители на вас внимание отсутствие не обращали, вот. И, собственно, именно по этой причине вы и вот привыкли так вот себя вести, вот. Я бы здесь вам рекомендовал бы, во-первых, ну, классическую работу по навязчивым мыслям, да, то есть, навязчивая идея, это запрет. Навязчивая идея, любая навязчивая идея, это запрет думать о чем-то другом. Это просто запрет. В буквальном смысле слово это запрет. Ну, вот. То есть, сначала, вот, когда у вас есть это желание, эм, желание подумать, ну, о чем-то, да, подумать о своем любимом, так сказать. Вот. Сначала попробуйте в этот момент подумать о чем-нибудь другом. Эм, получится ли у вас это сделать, сможете ли вы это сделать, не сможете ли вы это сделать. Ну, на мой взгляд, момент очень важно. Если сможете, значит, это все-таки не навязчивые мысли, вот. Если не сможете, значит, все-таки мысли навязчивые, значит, есть запрет. Вот. Если есть запрет, значит, запрет нужно искать и с ним уже работать. Вот. Ну, просто, просто потому, что запрет сам по себе, он не уйдет, не уйдет. Вот. Через, значит, возрастную регрессию, метод возрастной регрессии, через технику, значит, семи стульев, вот, можно работать с запретами. Вот. При желании, вашем желании, я не знаю, как вы работали с психологом, я не знаю, как бы, ну, по поводу чего вы работали с психологом, я этого не знаю, конечно, вот. Но я знаю, что в этих случаях, вот в ваших случаях, именно такие методы были эффективны. Вот. В контексте транзактного анализа, в контексте транзактного анализа, то есть работу с эгосостоянием. Вот. У вас, на самом деле, может быть не одна игра, в которой вы играете, вот, будучи проблемным клиентом, а несколько. Это может быть игра, например, давно, если вы не хотите решать проблемы. Это может быть игра в психиатрии, когда вы ищете у себя какие-то болезни, чувства, там, и так далее. Это может быть игра в восхваление психолога, то есть либо наоборот, обесценивание его. Вот. Это может быть, по сути дела, контаминация, то есть наложение одного эгосостояния на, собственно говоря, другие. Да? То есть вот, например, у вас, у вас живёт ребёнок, который хочет, чтобы его пожалели. Соответственно, ни взрослого состояния, ни родительского состояния, вот, нет. Родительское состояние, скорее всего, оно либо отсутствует, либо подавляет вас. А взрослое состояние вообще просто не работает. Вот. И, соответственно, работу с этими состояниями тоже нужно проводить, дабы вы себя контролировали и использовали максимально свои ресурсы и, собственно говоря, не были однобокой личностью, в коей вы сейчас являетесь. Вот. Опять же, это не обязательно плохо, да, то есть, ну, человек, в принципе, может быть, только ребёнка. Вот. Но в вашем случае вы от этого явно страдаете. Вот. Правда, понимаете, даже вот в вашем тексте я не увидел серьёзного желания решать свою проблему, решать свою, как бы, ситуацию. Вот. То есть, вы хотите просто узнать, что у вас, вот, просто, просто понять, что у вас, чтобы потом, может быть, это тоже превратить в проблему. Вот. Но, на мой взгляд, это деструктивный путь, потому что вам этот путь, ну, явно он ничего абсолютно не даст. И, в общем-то, он вас столько, ну, к негативу, по сути, приведёт вас. Вот. Поэтому мне кажется, что вот в этом направлении, в направлении этих аспектов вам я рекомендую двигаться, и это будет правильно. Вот. Понимаете, знание о проблемах ваших, знание о том, что у вас, вам ничего не даст. К сожалению. Вот. Ничего вам это не даст. Потому что работать нужно с этим, а не знать. Знание для специалистов, для психологов, но не для клиентов. Вот. Поэтому вы лучше спросите себя, что я готов сделать для того, чтобы изменить то, что есть. Что я хочу изменить в себе. Опять же, я не знаю, не знаю, как вы работали с психологом. Со своим, да? Вот. Не знаю. Но без запроса, без контракта психологического работа малоэффективна. На самом деле. Потому что, ну, сами понимаете, да? Контракт – это договор. Договоры предначают, что, например, психолог, да, готов что-то сделать для вас. Готов вкладывать свои силы, энергию, время в вас. Ну, и вы, вы тоже что-то делаете для себя. Ну, вот. А если вы, например, ничего не делаете для себя, тогда что? А по-моему, ничего, профессиональные психологи отказываются работать в таких случаях с клиентом, если видят, что он не готов что-либо делать для себя. Вот. И я, в принципе, также не работаю с теми людьми, кто не хочет самостоятельно для себя ничего делать. Вот. То есть, поймите правильно, вы работаете, психолог только помогает. То есть, вы, вы свои проблемы решаете, а психолог вам помогает эти проблемы решить. Вот. Это работает именно так, а не наоборот. А многие клиенты думают, что наоборот это происходит. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.